ссылочку на это произведение мне дали на моем youtube канале я так поняла что это автор поделилась ссылкой за что огромное спасибо итак рассказ на проза.ру приключение слепого небылицы автор людмила борман поговаривали что он родился зрячим но к 18 годам ослеп на почве хронической глупости и отсутствие эстетического вкуса с годами он приспособился жить слепым и в некотором роде был доволен жизнью больше всего на свете слепой любил свободу и ненавидел равенство и братство на совершеннолетие родители подарили ему отдельную квартиру и наняли прислугу но она ему не понравилась на ощупь и он ее прогнал поэтому все заботы о нем легли на плечи матери когда ему исполнилось 23 года он надумал жениться и с этой цели устроил кастинг на который пришли две претендентки одна старуха богачка и бедная но перспективная студентка финансового института ответ на вопрос нет ли чего либо усредненного разочаровал его в жизни поэтому он решил пользоваться платными услугами и не заморачиваться на любовь у слепого было два богатых соседа один одноглазый а другой толстый как-то раз одноглазый предложил ему посетить известное заведение в которое надо было идти через лес когда они продирались сквозь чаще одноглазому одна незнакомая ветка так лупанула в здоровый глаз что тот не удержался и закричал пришли тудыть раз тудыть слепой вежливо и радостно поддержал здравствуйте мадам очки если кому-то встумается сказать что это старый анекдот то позвольте того спросить что тут такого особенного чтобы быть анекдотом слепой любил одноглазого поскольку тот когда ел видел только одну половину до еды на тарелке вторую половину сгребал слепой своей левой клешней а одноглазый этого не замечал и делал вид что этого не видит толстый видел оба глаза но был так ленив что тоже делал вид что ничего не видит одним словом все вокруг слепого были практически слепы и поэтому он мог вообразить что он самый совершенный в своей слепоте он так и сделал объявил что он лучший а потому все остальные должны его кормить поить и развлекать одноглазый отказался а толстый согласился поставлять ему раков пиво и девочек но только при условии что слепой прекратит дружить с одноглазом слепой сказал да не вопрос на черт он мне такой несовершенный и повесил на двери своей квартиры табличку одноглазом ход запрещен и стал ждать когда подадут халяву одноглазый разозлился и так долбанул сапогом в дверь с табличкой что у слепого рухнул стал и старый облупленный балкон вместе с надувной лодкой матрасом в бочонком квашенной капусты и трехлитровый банкой самогона агрессия на лицо объявил слепой пошел военкомат проситься в армию вы же слепой вскричали там да ответил он но зато все остальное у меня в полной боевой готовности ему поверили и взяли поскольку уже больше года вели героическую войну за освобождение себя от себя в армии он сразу стал национальным героем героем телевизионных шоу поскольку получил пулю в зад наступив со слепу ногой на свое ружье во время победоносного отступления поскольку рана быстро заживала он ее все время расковыривал что давала ему возможность заявлять что получил неизлечимое ранение и потому требовал от врага пожизненное пособие и скидку на спирт для дезинфекции как-то поутру пришли наконец девочки вернее девочка впрочем кто ее знает в сорок то лет и принесли жировку по квартплате распечатал слепой конверт и попросил девочку озвучить конечную сумму то и и пропела и слепой аниме мы так не договаривались просипел слепой придя к толстому это ты о чем дорогой спросил толстый тепло улыбаясь это я квартплате разве был договор о квартплате помню только раков и пиво они уже в пути скоро будут да подавись ты своими раками где деньги возьму слепой поранена и без балкона и есть выход ты герой станешь депутатом демократом и все будет пришлось слепому стать депутатом а заодно и демократом и стал ведь и деньги и девочки и ежедневно заседательные шоу и чешское пиво в буфете тоже стали былью но вот беда голосование куда тыкать на кнопку когда ни черта не видишь но потом приспособился и тыкал куда попало поскольку понял что на результаты это все равно не влияет слепому очень понравилось быть депутатом демократом особенно нравилось затевать потасовки на заседаниях когда ему становилось скучно он начинал вопить наших бьют и со всей силой ломил кулаком в первый попавшийся нос в то время как слепой резвился на собраниях одноглазый действовал и ставил себе искусственный глаз чтобы выглядеть красиво видеороликах и на фотографиях после этого знакомые перестали его узнавать они знакомые развешивали его портреты во всех красных углах толстый обеспокоился этим изменением и предложил слепому освободиться навсегда от одноглазого вот тебе пистолет убей его сказал слепому толстый куда стрелять я же ни черта не вижу стреляй вон в ту сторону главное чтобы он ответил слепой и выстрелил теперь беги куда-нибудь крикнул толстый слепой побежал куда-то а там была пропасть как прекрасно свобода кричал слепой валясь в пропасть и упал на глухонемую тетку которая торговала салом вата и коноплей слепой сало конопля и вата остались сохранности и продолжали экзистенцию тогда как тетку откачать так и не удалось говорят слепого видели на площади в амстердаме где он торговал коноплей доедал по частям тетки на сало и затыкал уши ватой чтобы достовернее изображать глухонемого но все это говорят а было это или есть я не знаю да и не имеет значения сейчас ведь как кто первый крикнул тому и вера людмила борман приключение слепого небылицы